Привет, друзья! Интересные новости происходят у нас в стране. Одна связанная с событиями сегодняшнего дня, одна будет происходить завтра. Сегодня президент страны собрала Высший Совет Безопасности Молдовы, и он был посвящен темам, связанным с коррупцией в высших эшелонах власти. Естественно, что на обсуждение такой важной темы президент пригласила представителя Генпрокуратуры, прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и антикоррупционной прокуратуры. Все три нашей прокуратуры, все три ветви прокурорской власти. В итоге пришел только один представитель Генеральной прокуратуры, который толком не мог ответить ни на какие вопросы, потому что он типа не в теме. Здесь Сандю заявила, к сожалению, прокуратура в прямом и переносном смысле находится на каникулах. На заседание пришел только представитель Генпрокуратуры. У нас есть несколько ситуаций, когда люди виновные в серьезных нарушениях, незаконных действиях, актах крупной коррупции, покинули Молдову и находятся в международном розыске, заявила президент. Она имела в виду Владимира Плохотнюка, Сергея Яралова, Илона Шора, Георгия Кавкалюка и Константина Ботнера. И здесь еще есть одно более серьезное обвинение, ведь у нас давно ходит разговор о том, что прокуратура не борется с коррупцией не потому, что она некомпетентная или потому, что не хватает опыта, а просто потому, что ее тупо коррумпировали. Вот Сандю заявила, я узнала, что Пичекокс решила не конфисковать компьютеры, которые были обнаружены во время обысков у группы, которая вела слежку за судьями. Прокуратура решила изъять только два телефона, при этом не изымались компьютеры, обнаруженные на месте обысков. Было заявлено, что они не имеют никакого отношения к предмету расследования. Решение приняли, прежде чем задокументировать все, что находилось в этих компьютерах. То есть по этому делу есть подозреваемый, это Вячеслав Платон и прокуратура, которую и так ее постоянно обвиняют, что она работает не на государство, а на Платона, вот еще получила себе такой как бы аргумент против себя, не в свою пользу. Что ж, видимо, будет ответка, ответка очень серьезная, и уже в ближайшие дни у нас через пару дней должно состояться заседание парламента, где будут обсуждаться законопроекты, которые в том числе помогут снять генерального прокурора. В частности, депутат Литвиненко уже зарегистрировал законопроект, который внесет изменения в законопрокуратуре. С помощью этого изменения будет легче дать в отставку генерального прокурора Александра Стояногла. И да, как бы они это все заворачивают в такую обвертку, что, дескать, не то чтобы мы хотим снять Стояногла, мы хотим провести ревизию прокуратуры, хотим добиться того, чтобы ее деятельность легче поддавалась проверке, чтобы легче было понять, а есть результат или нет, то есть, видимо, какие-то критерии, по которым можно будет понять, работает прокуратура или нет. Но мы все прекрасно понимаем, что это, да, может быть и эта причина, но главная причина в том, что они хотят поменять генпрокурора, потому что об этом уже говорил и лидер ПАС Гроссу, и об этом говорила так, ну, более обтекаемо, более дипломатично Майя Санду. Об этом говорят многие представители правящей партии о том, что они недовольны генеральным прокурором, они считают, что он не исполняет свои обязанности. И приводят аргументы о том, что за два года, сколько он находится на этом посту, никаких, в общем-то, серьезных посадок так и не произошло. То есть все крутится, что мы близки к раскрытию преступлений, мы почти раскрыли, мы вот-вот раскроем, мы скоро передадим в суд, мы сделаем, мы усилим, умножим, увеличим, но как бы результата нет. Поэтому очевидно, что здесь будут снимать Стайногла. И здесь есть другой интересный момент. Дело в том, что многие люди советуют Стайногла сейчас красиво уйти, сказать, послушайте, это давление на прокуратуру, я понимаю, что работа к мне не дадут, поэтому я ухожу в отставку. Это было бы красиво, это было бы где-то даже правильно. Но он избрал другую тактику. Он избрал побыть немножко пешкой в игре Дадона. Дело в том, что сейчас все вот эти тролли Дадона, продадоновские СМИ, профсоциалистические СМИ, они начали такую игру, что, дескать, смотрите, Стайногл не хочет уходить в отставку, он хочет работать до конца, но Санду его все равно снимет. Почему? Потому что она диктатор, она почти как Сталин, она не хочет соблюдать законы, она против Конституции, она его снимет по беспределу. Каким бы методом она его не сняла, то есть даже если его снимут абсолютно строго в соблюдении всех законов, все равно эту тему немножко поиспользуют социалисты и все их тролли. И в первую очередь это используют, есть у них такая особая гвардия в социальных сетях, это люди, которые проевропейцы. Они известны своими проевропейскими взглядами, им разрешено критиковать очень жестко Россию, более того, им разрешено критиковать Дадона, критиковать социалистов, но их главная работа это каждый день критиковать Санду. Это вот спецподразделение Дадона, это в общем-то все люди известные, лидеры общественного мнения, которые, большинство из них в свое время поработали на Плохотнюка, но вот потом на каком-то этапе их перекупил Дадон, и вот они сейчас все будут выходить, и вот Майя Санду хочет нарушить Конституцию, мы видим, что она авторитарный правитель, что смотрите, куда мы катимся, как бы вот это будет, эта тема атаки будет происходить. Очень жаль, что Стояногла, я вот совершенно не понимаю его мотив, зачем он подыгрывает вот всей этой кампании и становится разменной картой в этой игре, потому что он упирается, я не уйду, но он же должен понимать, что работать он не сможет, что ему не дадут работать, что максимум в сентябре его отправят в отставку, скорее всего отправят с позором, почему бы не уйти сейчас, не уйти красиво? Зачем держаться за это кресло и помогать вот всем этим троллякам исполнять их цирк? Не понимаю. Вторая важная новость, которая сегодня стала известна, это о том, что завтра в Молдову приезжает Козак, спецпредставитель Кремля, который в общем-то специалист по молдавским делам, он принимал активнейшее участие в революции послов, когда был скинут Влад Плохотнюк, и вот он приезжает завтра в Молдову для того, чтобы вести переговоры, и он, конечно, встретится с президентом Санду, там будет со стороны, молдавская делегация будет в расширенном составе, будет министр иностранных дел, будет министр реинтеграции, но здесь вопрос не в этом, здесь вопрос в том, что как они себя поведут. Вот меня это немножко беспокоит, потому что Козак очень крутой переговорщик, он очень жесткий переговорщик. Вы, наверное, помните это видео, когда Плохотнюк говорит Додону, что Козак это не душка, он жесткий человек, ну и там Додон начал, что я на него кричал, вы бы видели, как я на него... Ну, я представляю, как Додон кричал, наверное, вышел в туалет, покричал там так, чтобы Козак не слышал и не видел, но тем не менее, как бы шутки шутками, Козак реально, он крутой жесткий переговорщик, и нашим очень важно очень грамотно провести эти переговоры. Дело в том, что внешняя политика России строится по очень простой, вот как система ниппель, парадигме. У них есть два варианта поведения со всеми странами. Либо ты прогинаешься под них, либо ты потенциальный враг, и с тобой надо себя вести максимально жестко. Как бы третьего варианта у них нет. Да, это, конечно, минус, это говорит о том, что их политика внешняя очень ущербная, но тем не менее, они так, так сложилось, это столетиями так сложилось, Россия не умеет по-другому. То есть, молдаване, либо вы делаете так, как мы вам говорим, тогда, может быть, мы вас будем воспринимать как нормальных, как наших возможных партнеров. Потому что я вот пытался вспомнить перед передачей, какая страна является партнером России, не мог вспомнить, потому что Лукашенко все время пытался вырваться из-под опеки России, они его постоянно нагинали, и он возвращался, как побитая собака. Другие страны, то есть все страны, которые пытались быть самостоятельными, и становились в итоге врагами. И вот здесь, конечно, очень тяжело. Я знаю настрой людей, которые в окружении Санду, они не хотят враждовать с Россией. Но, понимаете же, мало просто не враждовать. Надо найти вот эту вот золотую середину. Как сказать, что мы независимое государство? Это не обсуждается. У нас есть своя политика и свои интересы. Мы хотим отстаивать эти интересы. Вот как бы на этом переговоры могут сорваться уже на этой фразе, потому что, ну как бы, да, у вас свои интересы, но если вы не сделаете так, как мы хотим, у вас будут проблемы. Это, конечно, очень сложно. Это почти невозможно. Я, честно говоря, не верю, что эти переговоры принесут какие-то плоды. Но, с другой стороны, как бы и России надо понимать, наверное, что, ну тогда они окончательно теряют Молдову, потому что, как бы, им сейчас оставили приоткрытую калитку. Хотите зайти? Заходите. Поговорим, попытаемся найти общий язык. Найдем общий язык по торговле. Найдем общий язык по Приднестровью. Найдем общий язык по проблеме русских в Молдове. То есть, как бы, очень широкий спектр обсуждения. И, как бы, наша сторона готова обсуждать. Но, конечно, если Россия скажет, что нет, ребята, ничего мы обсуждать с вами не будем, пока вы не согласитесь и, как обычно, не делают там сколько-то пунктов, не знаю. Пока, честно говоря, не верю, что что-то получится, но почему бы не попытаться. Будем с вами наблюдать, что из этого всего выйдет. Для этого подписываемся на канал, ставим лайк, нажимаем колокольчик. Говорим пока, всего доброго, до свидания.